«Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедовал спасти меня, ибо твердынь моя и крепость моя ты». На медне Библию читал. Вроде бы дело знакомое. Чуть было не сказал, что Библия – книга знакомая. Нет, брат, Библия – книга незнакомая. Библия – книга тайна, как сама жизнь. Конечно, если буквы перебирать без осмысления и не затруднять себя пониманием смысла жизни, своей собственной жизни, тогда, конечно, пролистал страницы, пересмотрел слова и главы, и можно похвастаться перед своими, мол, я всю Библию прочитал. Уже второй раз. А когда думать станешь, да не просто об истории прочитанной, а о Боге в истории, о своей ответственности, о Божьей воле прямо теперь, как Он действует моими руками, как мои мозги Его волю святую разумеют и как транслируют в пространство жизни, возникает страх. От чего страх? Так, брат ты мой, как только всерьез свои поступки оценишь, как только мотивацию своих реакций, слов и дел взвесишь на весах Божьего объективизма, так возникает понимание своей истинной пустоты и верховенства капризной плоти. Ведь именно от подобного страха люди уходили в скиты, создавали монастыри для того, чтобы свою жизнь освободить от лукавства, от зависти и злости, чтобы преодолеть непреодолимую пропасть между святостью Бога и нашей реальной человеческой подлостью. Немногие уходят в монастыри, чтобы смирять свою греховную плоть. Большинство предпочитают убивать совесть, убивать все, что обличает неправедность и зло. Сознание неправильности жизни провоцирует на войну против тех людей, которые своим даже молчаливым присутствием обличают эту самую неправедность. Так Каин убивает Авеля, так православные убивают баптистов, так коммунисты убивают и тех, и других, так Россия убивает Украину. А я читаю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного сына, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаешь? Всех нас, ведущих нашу грязную войну в семье, в стране, в церкви, в мире, Бог возлюбил. Опаньки, вот тут и дрожь по коже. Мы думаем, как же и где же Бог, почему он не вмешается и не остановит смерть. А чуешь, какое лукавство в этом якобы ожидании Божьего вмешательства? А за ним скрывается и тиничное осуждение Бога, вплоть до отрицания его реальности. Коль уж такое зло творится, то, пожалуй, Богу все равно или его вообще нет. Но ведь всю эту смертельную трагедию творим мы, а не Бог. И врем мы, и крадем мы, и убиваем мы, и ненавидим, и завидуем мы, и умираем в своем зле мы, и горько плачем в своей зависимости и беспомощности от зла мы, и не верим Богу мы. И такой мир Бог возлюбил. И за таких нас, за меня, отдал Сына Своего на смерть. Вот это действительно любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, чтобы Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Я прочитал и заплакал. Бог отдал Сына Своего, чтобы остановить смерть, чтобы спасти от смерти, чтобы не погиб человек, чтобы всякий человек мог спастись. Что может быть больше? Вот тут начинается головная боль. Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Среди всех элементов подобия, элемент любви к миру, пожалуй, самый высокий. Теперь ты это прочитал. Теперь ты увидел одну из грани совершенства Бога. Теперь твоя очередь, познав любовь, вырваться из плена зла и водвориться в святости любви. Полюбить мир, как любит он. Семью свою полюбить. Землю прекрасную с ее полями и лесами полюбить. Весь живой мир полюбить. Людей, всех цветов и языков и обычаев полюбить. Слышь, любить всех, весь мир. Как любит Бог. С готовностью отдать Сына для блага другого. Так украинцы, сегодня защищая свою землю, свою семью, отдают жизнь свою. Почему они отдают жизнь свою? Кто забирает жизнь Украины? Кто забирает жизни сыновей и дочерей Украины? Это мы, россияне, забираем жизнь Украины. Это мы, вооружившись до зубов, день и ночь убиваем Украину. Убиваем своей клеветой, своей ненавистью убиваем. И своими ракетами и бомбами убиваем. Убиваем Божью любовь. Вот там, в пекле смертоносном, Сын Божий Христос обнимает умирающую Украину. Каждого убиенного нами Христос обнимает и шепчет. Я с тобой, не бойся. Я тоже убит. Я умер за тебя. Я воскрес, чтобы дать тебе блаженную вечность. Так возлюбил Бог мир. Бог спасает мир. А что делаем мы? Мы уничтожаем мир. Мы противимся Божьей любви. Мы в армии врага Божьего, в армии сатаны. Ничего себе. Я похолодел. Руки трясутся. Едва перелистнул страницы Библии. Читаю. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.